Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. В официальном браке с мужем почти 17 лет, до свадьбы 2 года встречались. С его стороны до свадьбы были измены, которые он не скрывал. Я как ненормально искал ему оправдания, искал причину в себе. В день свадьбы застал его с нашим честником, и, можно сказать, немного помещало. У мужа для меня очень тяжелый характер, ни дня со свадьбы не было, чтобы не накричал, не оскорбил. Приходил домой с работы злой, уходил злой. На детях срывается постоянно. Да и на окружающих и близких тоже может наорать. В общем, человек настроение как-то жива, подстраивалась, чтобы лишний раз не было конфликтов по любому поводу. Молча все держала в себе, рыдая ночами, пока никто не видел. Год назад познакомилась с мужчиной, муж недавно узнал про измену. Теперь практически ежедневно у нас конфликты, разговоры про развод, кричит, что он не живет, а существует. Пациент говорит, что у меня отношения к тебе продолжаются, следит за телефоном, требует удалиться в интернете и создать общий семейный аккаунт. Я не против этого, но тогда логично, что мы оба удаляем свои, а не так, что он свой оставляет. Да что же того, что он начал не только орать, постоянно унижая, оскорбляя, но и бить. Дети подростки все видят и слышат. Постоянно спрашивает в подробностях, где, как и что было. Но мое напоминание ему о прошлых измериях, ответ у него один. Это было до семьи и детей. Мне уже с собой тошно от всего этого. Лишний раз вспоминать не хочется, очень жалею и переживаю. Поэтому с каждым днем понимаю, как муж мне дорог и близкий, какую ошибку я совершила. Что мне дальше делать, уже не знаю. Вопрос задает Светлана, точнее, текст написан Светланой. Вот. И, соответственно, именно так мы будем обращаться к ней. Светлана, ну, я думаю, что нельзя обратить внимание на вашу противоречию. То, что в начале, как бы, своего текста, вы вроде как, жалуетесь на своего супруга. Говорите о том, что он, ну, какой-то вот, да, там, так скажем, для вас тяжелый, что вам с ним тяжело и трудно. Говорите о том, что вы говорите о том, что он вам близок, он вам дорог и вы вообще-то, как, как я понял, хотите, ну, все сохраните. То есть хотите сохранить отношения. Подобное противоречие, как мне кажется, не может мне вызывать вопрос. То есть, ну, вы как-то определитесь, да, муж для нас по характеру тяжелый, как вы говорите. И вы его терпите откровенно, и плачете в подушку, там, ночами, да, пока никто не видит. Почему-то ищете ему оправдание, терпите его, значит, ну, так сказать, невоспитанность, да? Ну, грубо говоря, грубо говоря, грубо говоря, невоспитанность его. Вот, или вы говорите, что он вам близок и дорог, вот. Кстати, если он вам близок и дорог, то близок и дорог он вам, собственно говоря, чем? То есть, ну, вот, из того, что вы описали, да, как-то вот я не увидел, признаться честно, вот, я не увидел, чем вы близки, как именно вы близки. То есть, я увидел, что ласторы постоянные, выключите друг на друга и так далее. Вот, это я увидел. А чем вы близки, я не увидел. И Шиминландорок не увидел тоже. Вот. Это первое. Второе. Как-то вот по вашему описанию, да, получается такая довольно интересная картинка того, что вы все время под него подстраиваетесь. Ну, под своего мужа, я имею ввиду. И... Как-то вот терпите все это непонятно, опять же, зачем. И почему. Да? То есть, вам, по сути, перед свадьбой изменяют. Вы... Вы терпите, да? По сути, перед свадьбой это у вас было. Не скрывают измен, там, все время кричат, оскорбляют, унижают. Вот. Вот. Вы все это терпите не совсем понятно, зачем. Вот. А... При том, что... Детям... Как я понял... Что все достается? И... Детям... Опять же... Грубо говоря... Зачем это терпеть? То есть, понимаете ли вы, что... А... Детям... Это очень... Вредно и... Драмирующе. Все, что происходит. Равно как и... Ваши... Ссоры... Ссоры... Конфликты... Ооо... Ваши... 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 Ну, в смысле... Между вами. Да? Вот. А... Вы... Тем не менее... Как-то вот... Говорите о том, что мы еще вам дорого и... Что... А... Что делать теперь вы не знаете. То есть... По описанию... Получается... Что вы... Вот... Как будто бы... Находитесь в зависимости от него... И... В целом выстраиваете такие вот... Отношения зависимых. По описанию. Соответственно... А... Возможно... Подробно... Когда... Человек... Как-то вот... Боится остаться один... Возможно... Подробно... Когда... Человек... Как-то себя... Не очень хорошо оценивает... И... Возможно... Это когда... Человек... А... А... Как-то вот... Ну... Знаете... А... Чувствует... А... Чувствует себя... А... 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 Такой вопрос... Вот... Я... А... 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 Что чувствует... Находясь... А... Мужчина... Вот... Вот... Что я ощущал с ним... А... С ним когда нахожусь... Что это за... Такое вот... Чувство... Состояние... Эмоции... Вот... Это первое... С чего бы здесь... Нужно... А... 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 Конечно... Ага... Следующее... Это... Ну... Вот... А... Просто... А... Перечитайте... А... Свой... А... Текст... Вот... Сами перечитайте свой текст... А... То, что вы... А... А... Написали... И... Спросите себя... А... А... Считаете ли вы... Что... Вы... И... А... Дети... А... Ваши... Ну... Достойны... Вот... А... Такой жизни... Да... То есть... Почему дети... А... Вот... Живут в такой атмосфере... Как вы описываете... Вот... А... А... В целом... Есть... Есть у меня... А... Такое ощущение... Что вы... А... А... Просто... А... Жалуетесь... То есть... Есть у меня... Такое вот... А... Такое чувство... Что вы просто... Ну... Пожалуйста... Пожаловали... Да... И... Все... А... Решать... А... И... Что-то менять... Вы в общем-то... В общем и целом не готовы... А... То есть... Работать с... Самоценкой... С... Личными границами... Например... А... А... Со... Страхом... Одиночества... Я полагаю... Которую... Которую... А... Ну... Присутствует... Вот... То есть... Со всеми этими вещами... Мне... А... Кажется... По крайней мере... Я... Был бы рад... А... Быть не брав... Но мне кажется... Что со всеми вещами этими... Вы... Работать не... Собираетесь... А вам... Вы... По-хорошему... Это очень... 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 Сильно... А... Нужно... Вот... То есть... Тут вопрос... А... Не столько... В том... А... Что делать... А... Что делать... Дальше... Как вопрос в том... А... Как вы оказались в таких отношениях... Хотя бы задайте себе вопрос... Да... Эм... Семь связано... То... Что вы... Своего мужа оправдываете так... Вот... И... Семь связано... То... Что вы вышли за него... Замуж... Когда... В общем-то... По сути... Он... Вам изменял... Да... Вот... То есть... Что вам двигало... Какой мотив... Ам... Ну... Ну... С... Вашими... ЧУСТВАМИ... ЧУСТВАМИ... Именно... К...? Человека... Да... Вот... Нет... Нет ли тут... Ам... Чего-то еще? Нет ли здесь... Каких-то вот дополнительных... фактов, скажем так, которые могли бы на вас влиять. Вот эти факты, их необходимо разобрать, их необходимо проработать, потому что на вас они оказывают существенное и, к сожалению, разрушающее, на мой взгляд, влияние. Что делать в конце, да, еще важный момент, вы испытываете вину и ищете, как вы сами сказали, проблемы в себе. То есть вы описываете, да, момент, что вот еще и мы оправдание, значит, там, думаю, что проблема на мне, но вы никак это не объясняете. Вот. Вот. Ну, не считаете же вы, в самом деле, что это случайно, что вы ищете проблему в себе, да, и что вы его оправдываете, ну, человек смысл. Вот. Вот. Ну, не считаете же вы, в самом деле, что это случайно. Вот. Ну, очень мне бы хотелось надеяться, что нет. Вот. Это вот трудности вашего восприятия себя в данном случае. В общем, вот, что вы как-то вот склонны себя винить. Вот. Почему-то, почему-то, почему-то вы склонны себя винить. Вот. Почему, да, и как вы, собственно, к этому, ну, приходите. Вот. Было бы здорово разобрать и рассмотреть. Вот. Было бы здорово, если бы мы с этим разобрались. Ну, как правило, проблематика здесь достаточно очевидна. Это, ну, вот чувство вины в данном случае, это подавленная злость, вот, подавленные чувства, ну, некоторые ваши. И, соответственно, вот, такое вот постоянное, да, ощущение, что вы делаете что-то не так вот. То есть, ну, постоянное ощущение, что, что или фуни, что-то не так, да, или, там, вот, вы сделали что-то не так. Вот. Что-то. Тут все достаточно, ну, вот, в какой-то степени, да, прозаично. Вот. То есть, вам нужно, как мне кажется, на это обратить свое внимание. Вот. Что ищите, ищите вы проблемы в себе. Ну, и то же самое, в принципе, продолжается уже теперь, когда вы, вот, встретили мужчину, вот, который вам понравился, в котором вы почувствовали себя женщиной, вот, но только не нашли в себе сил и ответственности, чтобы признать, что отношения с мужем не удовлетворительны, вот, а просто позволили себе, так скажем, слабость, за которую потом же себя винить. Вот. То есть, это, в целом, вот, максимально такой деструктивный характер поведения. Все, на что вы достойны, да, все, чего вы достойны, это, значит, ну, роль любовницы, то, после чего вы себя, там, будете корить, вот, как корите себя сейчас. Вот. То есть, все это, а, как мне кажется, все это происходит от изначально вашего, а, такого объяснивающего восприятия себя самой. Вот. И работать нужно, в первую очередь, с этим, учиться, слышать себя, учиться уважать себя, потому что сейчас вы, как я надеюсь, вы понимаете, вы себя не уважаете и не слышите, вот, к сожалению, в большом. А это необходимо. Вот. Ну, и, подумайте сами, если вы прощаете, условно говоря, мужу все его действия, если вы миритесь со всеми его поступками, откровенно вас обесценивающими, так скажем, что, почему он, а, должен, например, вести себя по-другому. Вот. Вы не научили его, как-то вот, ну, к себе относиться, да, с уважением, там, с любовью и так далее, вот. Сложно уважать того, кто не уходит, например, что бы ты не сделал. И в вашем случае, к моему большому сожалению, именно это, вот, и происходит, к сожалению. Я повторюсь, к большому сожалению. И так будет происходить, вот. Пока вы не поменяете что-то в себе, вот, пока вы не поменяете что-то в своем, ну, вот, в своем восприятии себя, вот. И, соответ, соответственно, измените, ну, если измените вы свое, так скажем, поведение, вот, вы и человек, свое поведение, эм, так же, эм, может изменить и переделать. Но, как говорится, только после вас. Вот. Изучите, пожалуйста, самостоятельно, э, тему, э, созависимости и тему треугольника Карпмана, и спросите себя честно, э, за что вы, собственно, боретесь, за что вы стражаетесь, вот. Ради, ради детей, ради себя, что получают дети, вот. Ну, из, э, таких отношений, с, ну, вот, с вашим супругом, что вы получаете, вот. Что вы чувствуете, э, по отношению к супругу, вот. И как получилось так, что в своем, э, вот, сообщении, да, вы на него вроде как нажалывались, вот. А, в конце написали, что он мне близок дорог, я себя, как бы, ну, виню за то, что, ну, поступила вот так, как поступила. При этом, э, имело бы смысл спросить себя, а, что вас, ну, ну, мотивировало, да, вот так поступить. Вы же наверняка чего-то хотели вам, наверняка, что-то было нужно. Вы наверняка в чем принуждались и так далее. И что это за такие близкие отношения, немного странные, где женщина плачет по ночам, по ручку пока никто не видел. Вот. И кто держит все вот в себе, вот, как вы говорите, да, э, значит, э, молча все держала в себе. К такому человеку вы тяготеете. Дальше, э, э, что касается, э, ссор, что касается ссор, вот, то, э, здесь тоже, э, достаточно интересный момент, потому что ссор всегда участвует два человека и, э, вы, ну, э, вы, вы участвуете в, э, так скажем, конфликте тоже. Вот. И, э, очень важно, чтобы вы увидели свое участие в ссоре, да, э, не только вот вашего супруга, но и вас. Чтобы вы увидели свою ответственность, а то, получается, что муж, э, как бы, э, ну, вот, во всем, э, грубо говоря, виноват. Вот. Так, так не бывает. Ответственность она, э, ну, поровну. Вот. Поэтому, обратите, пожалуйста, на это внимание тоже и изучите, э, э, психологическую игру, скандал. Вот. Собственно, то, то, что у вас и происходит. Да, вот, то, что вы, как раз, описываете. Вот. К сожалению. Такой ответ. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Э, э, сформулируйте, пожалуйста, свой запрос к психологу, потому что вы его не озвучили. Удачи вам. Всего самого доброго.